Раз стерлядь, два стерлядь. Всего в бассейнах Рогожинского рыбзавода к пуску приготовили 400 тысяч молоди этого вида осетровых. Пересчитывают всех поштучно, прежде чем отправить в Дон. Этот выпуск – компенсация вреда природе, нанесенная организациями в ходе разных работ в акватории Азово-Донского бассейна. Всего планируется выпустить в этом году порядка двух миллионов штук молоди данного вида водно-геологических ресурсов. Кроме стерлядь, на данном заводе выпускаются такие виды рыб, как белый постолобик, белый амур и сазан. Также в этом году запланированы выпуски не менее трех миллионов штук. Каждая рыбья новоселье готовится заранее. Сначала определяют видовой и количественный состав новых жильцов водоема. Затем организации заключают договор с рыбоводным предприятием. Оно в течение нескольких месяцев содержит икру в специальных условиях, а потом подращивает мальков, обеспечивая им постоянный расписанный по минутам уход. Кормят специальными кормами. И, наконец, они подросли бодры и готовы к свободному плаванию. Такие мероприятия проводятся ежегодно. Помимо кондиционных мероприятий являются выпуски в рамках государственного задания, которое доведено до филиала. В течение всего года практически на данном заводе идет работа. Примерно до сентября на октября месяца. Опасностей для мальков в природе множество. Сколько выпущенных из искусственных условий смогут преодолеть природные риски, будут считать ученые. Они занимаются исследованиями запасов разных видов. В начале прошлого века стерлядь считалась видом массового вылова. Сейчас ее вылавливать категорически запрещено. Популяцию постепенно восстанавливают, в том числе и компенсационным выпуском. Татьяна Цепелева, Валентина Малащицкая, Первый Ростовский.